Дорогая церковь, новая жизнь в Алматы! Вот такая ситуация, когда я сегодня собираюсь проповедовать прямо у вас. Не было самолета, я не летел, я даже не долетел до Алматы. Сегодня, благодаря карантину, мы все оказались соединенными с разных городов, через интернет, вместе, в одном теле Христовом. Это как в деяниях прямо. Пришли гонения, они разошлись и стали свидетельствовать. Так и сегодня интернет дал эту возможность. Сегодня я собираюсь проповедовать о чудесах, которые Бог делает и поныне. Не бросайтесь в крайности, помните, что только Бог может являть чудеса. Но давайте сегодня будем иметь время, чтобы послушать Слово, прибыть в Слове, и пускай Бог укрепит вашу церковь, позволит и поможет вам, каждому, пройти самые сложные испытания и подняться победителями. Пусть Бог благословит вас, ваших служителей. У вас такая классная команда. Я передаю привет и пастору Ивану, и пастору Петру, и всем тем, которые рядом, чтобы Господь использовал вас, и через вас очень многие пришли к Господу. Будьте благословены. Сегодня будет Слово. Вопрос чудес для церкви – достаточно спорный вопрос. По разным причинам – одни из-за доктринальных каких-то издержек, другие столкнулись с крайностями и глупостями, через которые проходила церковь. Некоторые приходили через свои размышления. К примеру, Томас Джефферсон, главный автор Декларации независимости США, в свое время написал целую Библию Джефферсона. И в 1813 году он создал такую свою версию Нового Завета. Казалось бы, вау, так здорово! Новый Завет Джефферсон что-то сделал, перевел. Нет, он не перевел. Он подчистил его и убрал все сверхъестественные действия, которые есть в Библии. Более того, потому что для христиан это достаточно естественная норма веры, что мы верим, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. То есть уже это является чудом. Уже это является сверхъестественным моментом. Но для Джефферсона было это неприемлемо. Он просто сказал, этого быть не может. И поэтому рождение Иисуса было нормальным, хождение было естественным, общение естественным. Он оставил все-все-все. И когда он умирает, что после? После ничего. Он не воскресает. Вы скажете, это странно. Ну да, конечно же. Но в нашей истории тоже есть человек, которого некоторые протестанты думают, он такой классный, он такой хороший, он, наверное, почти что наш, Лев Николаевич Толстой, которого отлучили от православной церкви. Кто-то скажет, потому что он был такой продвижной, протестант прямо. Он говорит, да нет, 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 он точно таким же путем шел. И одна из вещей, он создал такое мудрое Евангелие, которое имело притчи, которое имело разные слова, разного рода взаимодействия Христа с учениками. И опять же, без сверхъестественного. Понимаете ли, мы живем в такое время, когда люди ставят под вопрос сверхъестественное. Наука развивается таким образом, что люди говорят, это не может быть, просто мы еще объяснить это не можем. Но для нас, христиан, это возникает как проблема учения, проблема бытия, проблема веры. Потому что если христиане говорят, что сверхъестественное невозможно, то перед нами стоит множество вопросов, связанных с сотворением мира, с грехопадением, с историей Исхода, с историей пророков, царей. И, конечно же, самое главное, с историей Нового Завета, сверхъестественное зачатие Иисуса Христа, Его служение на земле, Его смерть, воскресение, вознесение. Многие вещи, которые Он обещал о будущем, ведь это тоже можно поставить под знак вопроса. Конечно же, вот из-за этого у людей возникает, у одних просто боязнь и апатия, а у других по поводу другая крайность, нервозность, что мало чудес, мало чудес, мало чудес, нужно что-то делать. И появляется вот просто как два крыла, как две крайности, которые всегда напрягают и одних, и других. Одни, которые вообще не верят, что Бог что-либо сверхъестественное делает, и другие, которые страстно гоняются за чудесами, которые видят в каждой ситуации какой-то особый духовный, сверхъестественный момент. Давайте для себя просто определим, что когда мы верим в Библию, мы верим в чудеса. Некоторые говорят, Денис, ты веришь, раждане, в чудеса? Сегодня я хочу исповедоваться перед всеми, положив руку на Библию. Я верю в чудеса. Я не фанатик и не ненормальный. Я не человек, который не считает, что бывают чудеса ложные, что люди бывают мошенники и аферисты, что есть те, которые просто делают что-то, чтобы привлечь толпу. Я все это верю и понимаю, что такое бывает. Вот почему я знаю, что мы должны быть мудры, но при этом я не могу отказаться от того, что Бог является Богом сверхъестественным, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Почему это важно? Да потому что, когда мы проходим такие ситуации, если мы мыслим только категории естественного, а именно того, что это мои силы, мои способности, мои связи, мои контакты, мои взаимоотношения, мои накопления, мое образование, мой кошелек и холодильник, вот я все, что это имею, это поможет мне пройти эти кризисы, вырваться на свободу. Послушайте, не обязательно. Бог помогает проходить самые трудные времена, даже тогда, когда кажется, что почва ушла из-под ног. Вот почему, когда вы смотрите это служение, я допускаю, что у вас может быть очень плохая ситуация, очень печальная, очень трудная. Конечно же, есть вещи, которые, возможно, уже прошли, и их не повернуть. Это особенно связано с завершением жизни человека на земле, с изменениями истории. Но в то же самое время нам надо четко понять, что не все в наших руках, но многие вещи, которые происходят, они происходят благодаря Богу, Богу, который творит чудеса. Посмотрите, я начну с псалма 71. И в 71-м псалме, в 18-м стихе говорится следующее, «Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса». Мне это очень нравится. Почему? Потому что это налагает на нас хорошую долю смирения. Мы люди, мы не являемся Богом, мы не являемся заменой Бога, мы смиренные Его слуги, Его дети, Его народ. Но Бог является тем, о ком сказано, «един творящий чудеса». И в другом месте, в 76-м псалме, сказано в 15-м стихе, «Ты Бог, творящий чудеса, ты явил могущество свое среди народов». Видите ли, одна из вещей, которая важна понять, что нам кажется, что в наше время, когда развилась наука, когда проходят разные эпохи испытаний, трудностей, нам кажется, что нет возможности сказать, что Бог делает чудеса. Однако, когда мы смотрим в Писание, мы обнаруживаем очень много примеров, когда люди точно так же, как и люди, живущие в нашу эпоху, в наше поколение, говорят, «А где Бог? А почему Он не делает? А почему Он ничего не совершает?» Видите ли, примеры эмпирики, примеры нашего опыта не являются опытом познания Бога. Я что-то не видел, это не значит, что этого нет. Я, к примеру, никогда не был в Австралии. Я же не могу сказать, что Австралия существует. Я не хочу подобляться тем людям, которые говорят, «Я не космонавт, поэтому Земля плоская». Я думал, это жутка. Я думал, что есть просто люди, которые подкалывают всех, верующих, что Земля круглая. Нет, я столкнулся с людьми, которые просто сказали, «А я верю, что Земля плоская». И все тут. Послушайте, мы многие вещи не видели. Ну, вот Писание рассказывает, к примеру, об израильтянах времен Исхода. «Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милости твоих и возмутились у моря, у черного моря». Говорится в Псалме 105-7 стихе. Гидеону, когда является ангел Господин, он говорит, «Господь с тобой муж сильный». Тот отвечает, «Господь мой, господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где чудеса его? Вот это вопрос». То есть, получается, он живет в период, да, родители рассказывали, вот были дни, вот было время, вот классно было, а сейчас Бог где? А сейчас что? И когда, самое интересное, ангел является ему, и он говорит, «Господь с тобой муж сильный», реакция Гидеона очень проста. Он говорит, «А где? Где чудеса его? Это вот где чудеса его происходили в разные эпохи, в разные времена. Это Аввакум возмущается и кричит Богу, «Боже, почему, почему?» И вот закон потерял силу, суда праведного нет. Почему Бог молчит? Почему Бог не действует? Почему между книгой Малахи и моментом, когда пришел Иисус, было 400 лет? И да, были маковейцы, да, великая эта история. Но не было пророков, о которых мы воспринимаем как пророки Божьи, которые, по крайней мере, написали канон, которые вошли в библейскую историю. Почему были периоды, когда Иосиф, он вывел, помог прийти израильтянам в Египет, и потом, до момента, когда они вышли, вы не помните, сколько лет прошло? 430, говорит Писание. 400 лет, слушайте, 400 лет, это 1600-е года. Представьте себе, вот в этот период, ну давайте, век накинем на какие-то хорошие, позитивные движения. Три века, три века, и мы говорим, мой дед ничего не видел, мой прадед ничего не видел. Нет ничего, где все оно? Вот эти вопросы, где, они очень провокационные, они скептичные, они толкают нас забыть, что Бог делает не тогда, когда мы этого хотим, не тогда, когда мы это требуем, не по нашему заказу, он не официант на побегушках, что мы говорим, Боже, у меня не было чудес, сколько есть людей, которые психуют, нервничают, из-за того, что они говорят, у нас в церкви не было чудес. Наша вера строится не на опыте, что у нас было или что не было, а на Слове Божьем. Если человек говорит, я никогда не видел, но я верю, я не видел воскресения Иисуса Христа из мертвых, но я верю, что Он воскрес из мертвых, я никогда не видел, чтобы Илья вознесся на небо, но я верю, что это было. Наша вера строится на Слове, это начало, по крайней мере, христианства, это начало христианского учения. И, конечно же, есть вопросы, конечно же, к Иисусу приходили фарисеи, они спрашивали, где? Покадай нам какое-нибудь чудо, тебе говорят, ты же Мессия. И интересно прочесть, что Иисус отшивал их и говорил, род лукавый и прелюбодейный ищет знамения и никакое знамение не даст ему, кроме знамения Ионы Пророка. И он имел в виду об Ионе Пророке, который три дня и три ночи был в очереве кита. Он говорит, так и надлежит Сыну Человеческому три дня и три ночи быть в очереве земли. То есть, получается, тогда, когда одни видели чудеса, другие не видели чудеса, в чем была особенность? Они не воспринимали его, они отталкивали его. Когда уже Иисус умер, уже воскрес, уже вознесся, уже началась церковь, уже излился святой дух, уже все распространяется. Апостол Павел в первом послании Коринфянам в первой главе в 22 стихе пишет, «Ибо иудеи требуют чудес, елены ищут мудрости». Он говорит, «А мы проповедуем Христа распятого». Для иудеев с облазом и для еленов безумие. Видите ли, для нас это важная мысль. Для нас важная мысль сказать именно таким образом в самом начале, что мы должны занять эту позицию. С одной стороны, мы верим, что Бог творит чудеса. Бог единый, Который творит чудеса. Но с другой стороны, мы проповедуем не чудеса, мы проповедуем не дары Святого Духа, мы проповедуем не сверхъестественные пророчества, откровения, сны и видения, а Иисуса Христа, Господа и Спасителя. Потому что, если бы ничего не происходило на земле, к примеру, вам же трудно представить себе, что проходили времена и эпохи, и некоторые жизни редко могли что-то видеть. Но если бы не было ничего, но человек уверовал во Христа и сказал, Иисус, Ты мой Спаситель, мой Господь и мой Пастырь, достаточно ли это было, чтобы попасть на небеса? Конечно же, да. Конечно же, да. Потому что всякий, призовущий имя Господне, спасется. Когда мы понимаем, что самым главным является Христос, тогда мы верим, что тот же самый Христос «вчера, сегодня и во веки тот же», тот же самый, который действовал тогда, он также действует и сейчас. И тогда наши сердца просто открыты. Мы не нервничаем, мы не говорим, я уйду от Бога, если он ничего не сделает, срочно и сейчас в моей ситуации вот таким вот методом. Сделает он или не сделает? Все равно. Мы будем идти за Христом. Для нас это важный момент. Сегодня я хотел бы сказать несколько вещей по поводу чудес. И потом мы еще будем продолжать эту мысль. Сегодня я хотел бы сказать, что когда мы говорим о чудесах, есть разные взгляды, есть разные подходы к чудесам. И если мы это понимаем, мы не становимся наивными такими верующими, которые, как написано, глупы верят всякому слову. То есть вот что-то произошло чудное, странное, сверхъестественное, кто-то сделал какое-то действие, и мы говорим, это Бог, это обязательно Господь сделал. Библия, к примеру, очень конкретно говорит о ложных чудесах. Это не выдумка какой-то деноминации, воюющей с другой деноминации. Это Писание. В Писании множество раз говорится, когда люди искали чего-то. Даже более того, Писание рассказывает о духовных битвах и баталиях, когда, к примеру, мы находим, как Моисей приходит со змеей, кидает ее, и она превращает, жезл кидает, и он превращается в змею, и там появляются волхвы, маги фараона, которые тоже кидают свои палки, они тоже превращаются в змей. Да, змея, Моисей пожирает их, но в любом случае мы вдруг видим действие Божие и какое-то странное действие. Что-то странное, что не совсем правильно, мягко говоря. В Новом Завете для нас это очень важный момент, слова Иисуса Христа. Послушайте, Иисус говорит в Матфея в 24 главе, «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вот я вам наперед сказал это. Знаете ли, некоторые как будто бы не читают это местописание. Ну да, ну сказал Иисус, но подождите, Он сказал, «Восстанут ложные христы, ложные пророки, ложные апостолы, ложные учителя, которые будут действовать ложной силой». Когда мы говорим о лжи, к примеру, в области не учения, а в области сверхъестественного, что это может быть? Это может быть ложная сила, когда она действует просто демоническая какая-то сила. Как, к примеру, сегодня существует масса людей мира оккультного, и ни один здравомыслящий христианин, он же не следует этому оккультному миру и не говорит, «О, мне такая соседка, она так классная, она взяла по руке, нагадала, сказала такие классные вещи, она посмотрела по звездам, соединила все, дала мне классный христианский гороскоп, и теперь мы славим Бога, вот у нас гороскоп есть, и у нас какая-нибудь еще там мантра есть, есть вещи, которые христиане для себя раз и навсегда решили. Если вы с этим хоть как-то были связаны, это наша задача отсечь всякого рода истории, которые нам рассказывали, а вот почему, вот была такая история, а вот у того вот он подумал, такая мысль, гадалка сказала, ворожейка сказала, и один в один сбылось это. Я как-то помню, когда я был уже только молодым пастором и начинался, я поднял эту тему, кто-то на эту сферу рассуждал, вот же, есть, они же говорят точно, все исполняется. Я говорю, подождите, оно исполняется не как пророчество Божие, это не пророчество Божие, это план дьявола для вашей жизни. И я спросил того человека, который тогда верил, я говорю, подождите, вы верите в Исусство? Да, верю. Я говорю, что вам сказала гадалка о том, чтобы вы пришли ко Христу? И вдруг он напрягся. В смысле? Я говорю, знаете ли, это самый интересный момент. Никакая ворожейка, никакая гадалка ничего не может сказать о делах Божьих. Они не скажут о вашем спасении, о вашем крещении, о вашем служении. Почему? Они будут говорить о разводе, о деньгах, о семье, о детях, о вашей смерти, конечно же, но не о Божьем. Почему? Потому что никто не может узнать, что Духа Божьего, кроме Духа Божьего. Это не Божье. Бог говорит нам через слово, Он нас утешает, ободряет, но разного рода действия. Кто-то говорит, ну это помогло, посмотрите, мы пошли и загадали, там кто-то преворотил и стало лучше. Это вплоть до того, что демонические силы могут обрушиться на жизнь человека. И потеряв что-то плохое, одно можно обрести еще больше зла и проблем. Человек стал здоровый в области тела и обрел великие проблемы в области психики. Для нас важно заранее для себя определить и решить. Что, когда мы говорим о чудесах, Библия предупреждает очень много о том, что чудеса могут быть ложными. Почему это важно понимать? Потому что в таком случае мы становимся избирательными, рассуждающими. Писание говорит все испытывайте, хорошего держитесь. Ведь не все же хорошее и все следует испытать. Испытывайте духов, говорит Писание. Не надо говорить, ой, посмотрите, что произошло, ой, посмотрите, что произошло. Сегодня мы живем в век никогда этот мир, когда даже церковь слепо следует любому чуду, любой истории, любому предсказанию, любому сверхъестественному, лишь бы было сверхъестественное. И люди говорят, подожди, но он же верит в Иисуса. Ну, конечно же, конечно же, потому что даже мирские люди, когда приходят к ворожейкам, те ворожейки, когда ворожат, говорят всякую ерунду, а в конце обязательно скажут три раза аминь, аминь, аминь. А может быть, еще Бога упомянут? Потому вопрос не в форме, не в этикетке, а в том содержимом, которое есть. В Писании говорится того, про антихриста, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. В этом особенность для нас важна любовь к истине. Нам так важно любить истину больше, чем решение проблем, больше, чем какое-то чудо, больше, чем какие-то трудности, которые вдруг решились. для нас истина важна гораздо больше. Это самое главное, что для нас необходимо. И знаете ли, когда мы говорим о Боге, я думаю тоже вот о чем. Люди поднимают эту тему, когда мы говорим о Божьих вещах. Я читал место из Писания, которое в один момент просто затронуло меня, и я в течение целой недели ходил и просто ахал и говорил Господи, да, 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 и еще одно да. Давайте прочитаем это местописание. Откройте, пожалуйста, где говорится в Библии. Псалом 135, Псалом 135, 3-4 стих. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его, Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. И знаете ли, когда я прочел это местописание, оно очень похоже на те два стиха Библии, которые я читал выше, но в нем есть нечто особенное, что действительно выделяло его. Он один творит чудеса великие. Задумывавшись над этим, я вдруг обнаружил, что у Бога есть два типа чудес. Не в смысле, что одни делает он, другие делает не он. Но что такое вообще чудо? Чудо это феномен, который происходит вопреки законам природы и не поддается рациональному объяснению. Но есть масса ситуаций, которые легко люди объясняют, и они правильно объясняют, потому что это не самое, ну, нельзя сказать, что это все сверхъестественно. Это было просто естественно, но маловероятно. Вы знаете эту старую историю, которую мои друзья все знают, когда однажды батюшка спорил с политруком. И он сказал политруку, командир, Бог жив, у него есть мощные чудеса, а тот сказал, да я не верю ни во что. Он говорит, как не верю? Вот у меня было дело, там несколько лет назад наш звонарь упал с колокольни и что? И выжил, и выжил, родники. И политрук говорит, какое же это выживание, какое же это чудо, это случайность. Он говорит, я тоже так подумал. Батюшка говорит, если бы не второй раз он упал, но когда он упал второй раз, это разве не чудо? Он жив был и даже кость не сломал. И этот политрук без какого-либо напряжения мышц говорит, это все совпадение, просто совпало. И в этот момент забегает матушка и кричит, батюшка, звонарь наш, прямо сейчас упал с колокольни. И он скакивает, как погиб? Она говорит, нет, слава Богу, чудо какое. Тот батюшка благодарит Бога, спасибо Господи тебе. А этот политрук, улыбнувшись, говорит, какое же это чудо, это привычка. Вот есть род людей, которые объясняют все. Вот привычка. Это привычка, это совпадение, это то, это то. И где ваша Библия? Но фишка именно в этом, когда мы говорим, что есть великие чудеса, которые невозможно объяснить, а есть малые, Божьи чудеса, в которых смысл не в том, что это вопреки природе. Нет, это маловероятная раскладка событий. К примеру, однажды, какое-то время назад, мне было где-то записано, был человек, который упал с 47-го этажа, 47-го, вы можете себе представить, с 47-го этажа. Упал, потерял сознание и не погиб. Его приводили в чувство, три недели он был в коме, и он начал выходить из комы, в какой день? В Рождество, и он выжил. И другая история есть про стюардессу, которая упала с самолета с 10 тысяч метров и осталась жива. Все это люди скажут, это, конечно, это же чудо, но это та смесь между чудом и объяснимыми вещами. Ученые скажут, ну да, конечно, это чудо, но оно удачно сидело, он удачно упал, вот произошло это, другое, третье. Попыток объяснить очень много можно, но и можно иметь. Но когда мы говорим, что что-то произошло маловероятно, к примеру, некая болезнь пришла, Эбола в Африке, и вот с такого процента, вот такой большущий процент умирает, а такие люди вот просто гибнут. И кто-то прошел и взывал к Богу, и он выжил. И пусть кто-то скажет ему, ну, это статистика, открой медицинские журналы. Да, может быть, это невеликое чудо, как вы считаете, я не вознесся на небо, может быть, это не было абсолютно сверх, естественно, в нарушении законов, но для меня этот человек, он говорит, это было чудо, это было реальное чудо. К примеру, у нас один брат был, он рассказывал мне историю, когда он должен был ехать куда-то на такси, остановил такси, и таксист открыл дверь и говорит, куда ехать. И тот держит телефон, куда-то звонит, а, он держит в руке телефон и засовывает голову в машину, чтобы начать объяснять, куда ехать. И в этот момент звонит телефон, звонит телефон, говорит, простите, пожалуйста, вылазит из машины, берет телефон, чтобы говорить, и в этот момент удар какой-то другой машины, и таксист слетает вперед. Если бы он был, как в этот момент был там, он бы погиб мгновенно. Но звонок раздался от одного верующего в этот самый момент, когда ему надо было вытащить голову. Он вытащил голову и удар. Это сверхъестественно. Это нарушило законы природы. Нет, законы природы не были ни один нарушен. Но, извините, для него это была такая радость. Он просто радовался. Он потом рассказывал эту историю. Он плакал от счастья. Он выжил. Семья не лишилась кормильца, отца, мужа. Это было здорово. Вот почему для нас, когда мы это понимаем, мы благодарим за всякое, даже небольшое чудо. Когда Иисус говорит, сведите хлеба, эти крохи. И помните, ученики пошли, и да, умножение хлеба, это было нечто сверхъестественное. А вот то, что оно осталось, может быть, незначительное, маленькое, оно было тоже Божье. И очень многие люди забывают об этих вещах. Они говорят, это мелочь, это не так важно. Но это все является важным и нужным. Для нас это очень важно, просто доверять Богу и верить. Когда Он хочет, когда Он желает, Он готов делать то сверхъестественное или маловероятное, что можно назвать Божьим чудом. Наша задача всегда благодарить Его. Отец Небесный, я молю Тебя о каждом человеке, который сегодня слушает эту проповедь. Я молю Тебя, Боже, о всех людях, которые сейчас наполнялись Словом, и прошу Тебя, чтобы Слово Твое, как написано, оно рождало веру. Вера от слышания, о слышании от Слова, чтобы мы были здравыми, чтобы мы не бегали за чудесами, но думали о Тебе, даже следовали за Тобой, когда не происходит никакое чудо, чтобы мы отличали ложные чудеса от истинных чудес и оставались всегда здравомысленными. Во имя Иисуса Христа я молю Тебя о всех людях, которые проходят трудные времена. Для них дай поддержку одним утешение, одним укрепление, кому-то исцеление, восстановление, а кому-то даруй чудо-чудо во имя Иисуса Христа. Я верю, Тебе нет ничего невозможного, да будешь Ты прославлен, вечный и единый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Наше служение заканчивается, но мы продолжаем идти за Христом. Держитесь Господа, поддерживайте братьев и сестер, поддерживайте церковь, будьте людьми, которые несут свой свет для этого мира, чтобы люди, в виде наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Субтитры создавал DimaTorzok